Сегодня жители округа стали участниками международной акции «Тест по истории Отечества». Мероприятие приурочено к 25-летию Конституции Российской Федерации. Акция проводится молодежным парламентом при Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации при участии молодежных парламентов, созданных при законодательных органах власти субъектов Российской Федерации. В нашем регионе «Тест» курирует молодежная палата при окружном собрании депутатов. Как проходил «Тест» и насколько сложным он стал для участников в материале Ольги Русул. Одной из площадок проведения акции стал лекционный зал Краеведческого музея. «Тест» проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом. К слову, в этом году участие в акции приняли жители из 45 стран. Мы себя тестируем правильно, поэтому это внутреннее состояние каждого, и поэтому мы объединены именно этим чувством, повторяя чувством того, что мы должны хорошо знать нашу историю. Ограничений по возрасту, образованию, социальной принадлежности и вероисповеданию нет. До начала мероприятия считанные моменты, но никакого волнения среди тестируемых не отмечается. «На первый экзамен, который я сдавал в институте государственный, я проспал, потому что уже к этому времени я перестал волноваться, потому что считал, что всё равно я что-то знаю и его успешно сдам. Так что здесь нет волнения, надо просто интересно». Среди тех, кто решил проверить свои знания по истории, депутат Государственной Думы Сергей Коткин. В акции участвует не первый раз. Сергей Николаевич уверен, в его работе тест под названием «Каждый день горжусь Россией» – это трудовые будни. «По опыту прошлых лет я вижу, что те вопросы, которые уже в этих тестах, уже там много есть ответов на эти вопросы, когда читаешь и сам для себя определяешься, что нужно почитать, что поизучать, те моменты исторические, которые, может, не очень хорошо знаешь или вообще не знаешь. Поэтому лично для меня вот это очень важный такой тест – проверить свои знания, свои силы». 40 вопросов за 40 минут в среднем по минуте на каждой. Депутат окружного собрания Николай Миловский с заданием справился досрочно. Самый первый практически через 15 минут после начала акции сдаёт листочек с решением теста. «Какое морское сражение? Получили награду на Андреевской ленточке с надписью «Был». Вот я просто пальцем в ней наткнул, честно. Написал «Гангут». Потому что мне показалось, вот для Петра Первого характерен такой немножко юморной подход. Ну вот я подумал, что скорее всего «Гангут». Максим Арбузов, заместитель председателя окружного собрания депутатов, тоже в первой пятёрке. Говорит, что он настраивался на участие в акции, но уровень своих знаний по истории оценивает скорее любитель. Поэтому возникли трудности. «Этот корабль вторым возле линейного корабля «Азов» был награжден кормовым георгийским флагом. Подержал победу и победник командиру воздвигли в Севастополе. Я не знаю, что это был за корабль, как он назывался. То есть тут уже извините, но методом тыка. По его мнению, такого рода мероприятие – хороший повод повторить пройденный ранее на уроках истории материал. А возможно, и заняться самообразованием в этой области. «Я думаю, даже почаще. Мы все же думаем, что мы специалисты, мы знаем, что происходит в одной стране, мы знаем, что происходит в мире. А когда тебе задают конкретные вопросы, и ты понимаешь, что плаваешь, как на экзамене препод валит, то в такие моменты я понимаю, что надо подучить материал». После того, как организаторы обработают тесты, результаты можно будет узнать на сайте акции. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.